Здравствуйте! Сегодня телезащитник работает в Сыктывкаре. К нам в программу обратились жители одного из деревянных домов, половина которого сгорела в результате пожара. Почему до сих пор расселены не все его жители? Разбираемся! У нас был 13-го числа пожар. Тех соседей всех переселили, кого куда. У меня дома воняет горью. Все такое невыносимо, по кухне протекло, вся эта вода. Вам в администрации обещают дать какое-то другое жилье тоже в рамках найма? Ничего мне там не обещали. Мы когда пошли со всем домом туда, мне вообще сказали, с вами будем разбираться потом. Мне предложили на Комарова однокомнатная квартира 16 квадратных метров. Это на вас одну? Нет, я многодетная мама, у меня трое детей. Предложили то, что есть. Больше выбора никакого не было. Вас это устраивает? Вы готовы переехать или нет? На первое время, куда мне деваться. Мне придется туда переезжать. Приложили ветхое почти жилье, но это по оценкам, я думаю, все бы так осудили, то, что я видел. И с отсутствующей буквальной крышей, которая течет тоже со слухов соседей, вот этого всего. И не обещают никаких сроков, никаких. Когда-то возможно выделиться деньги, возможно. И вот в том случае, может быть, нас и поставят на какую-то очередь только. Я подъехала, когда дом уже горел. А вы прям застали сам пожар? Я застала, да я, потому что тоже живу в том же подъезде, вот на втором этаже. Мне вот предложили малосемейку, 12 квадратных метров. А вы одна живете? Ну, я с внучкой, мы вдвоем. А здесь у вас квартира сколько квадратов? Она, ну, где-то, это вот, вовсе 26 квадратных метров. Отдельная кухня, санузел отдельный. Здесь запах, до сих пор стоит гарь, выветриваем, проветриваем, каждый день открываем. Ну, жить просто страшно. Не дай бог, опять какой-то произойдет пожар. Она инвалид у нас по сердцу, и как она будет спускаться? Ну, страшно. А вот вы, так понимаю, уже второй раз в жизни переживаете пожар? Да, второй раз уже переживаем пожар. Ой, я не могу, Ольга, говорю. Да, второй раз. У нас уже был один раз пожар, нас расселили тоже якобы во временное, вот сюда. Да, и вот сейчас опять у нас произошел пожар, и мы опять ждем. Полы скрипят. Там с первого этажа меняли трубы. Всего я обшивку делал взять. У меня все содрали. Ой, потолок повис, и сидеть боишься, чтобы потолок не рухнул на голову. Нам провели освещение. Но эта гарь, она никуда не делась. У меня вот сейчас дети, я тоже мать троих детей, у меня дети сейчас в деревне, и я не знаю, как их сюда везти, вот с этим запахом в эту квартиру. А вам что-то предложили? Нет. Нам вообще никому ничего не предлагали, нашему подъезду. Ну, тогда давайте посмотрим, как у вас внутри. Да, пойдемте. Внутри дома полы и потолки в копоти. В пострадавшем подъезде сверху стекают остатки жидкости от пены, которой тушили пламя. Чудо, что спаслись все жители. Выжили и их питомцы. Из пламени успели выскочить на улицу пёс Тима и кошка Маруся. Пока они ночуют под открытым небом во дворе. Мария Григорьевна, вот вы сюда пришли сейчас для чего? Пишла посмотреть свою квартиру, потому что жить негде, вот ходим. Может, что-то дадут, предлагали сегодня в администрацию, ходили, предложили нам квартиру космонавтов 11, там одна комнатка. Но там тоже ремонт делать, а в данное время вообще жить негде. Живём то в городе, то на орбите у кого-то ночуем, там у знакомых. А так вот общежитие, общежитие мне тут предложили, семёрки, молодёжная, семь. Но там тоже, я говорю, как, один унитаз, только комнатный. Я уже, говорю, я под старостью лет туда, говорю, ну как мы с тремя сыновьями там пойду. Где там спать-то в одной комнате? Пожарники тушили, всё, а чё на пламенем, всё тут никуда не подпускают. Вот я плачу, говорю, у меня документы там, не главное документы взять. Никакой не, этот, куда вылезете? Я говорю, в окно. А чё-то дым идёт, прямо с окна дым всё шло, вон тут всё горело. Вот, и так вот, ну в час ночи мы только сюда пробрались, только нас пустил этот пожарник сам зашёл, и сын, забрали документы. Остальное вот мы вчера вот забирали, то, что вот могли. А вот вы сказали, что у вас уже здесь были воспламенения раньше? Были, три раза мы горели. У меня в кухне тоже проводка замыкала. Мы сами нанимали, платили за то, что вот провода покупали, всё. Вот мы горели. Ещё тот подъезд уже горел, это четвёртый раз уже горел. А вот вы сказали, что у вас здесь полы и раньше проваливались, да? Да, у нас в туалете пол, мы пришли, как-то прихожу с работы, дети ещё на учёбе были, туалет открываю, пола нет, унитаз с полом вместе провалилось. Когда пожарники зашли, у вас говорят, сколько тут слоёв? Я говорю, ну не знаю, слоя три-четыре, наверное. Потому что один пол упадёт, второй на этом селе, этот проваливается, третий вот этим ДСП толстой плитой. Мы вот сейчас обшили этот пол. Перегородка упала вон, это между кухней и туалетом тоже. Тут выкачали, семь машин приезжало, вот эта жижа-то у нас, всё под полом, всё под полом. Я там вот забили мы подвал, вот я говорю, вот можно было открыть, посмотреть, что там творится. Это ужас, что творится там под полом. Пол сел, крысы бегают, мыши бегают. По словам наших героев, один из их соседей, преднамеренно совершивший поджог, сделал это из отчаяния. Поскольку несколько лет и собственники, и наниматели жилья в этом доме тщетно ожидали его расселения. Конечно, способ этот не просто незаконный, но вот он привёл к таким серьёзным последствиям. И на самом деле находиться крайне сложно и в этой части дома сгоревшей, потому что очень сильный запах гари. Вообще и говорить, и дышать крайне сложно. И в уцелевшей части этой деревяшки тоже вот этот запах, он продолжает оставаться, даже несмотря на то, что круглыми сутками, ну вот благо погода позволяет, жители постоянно открывают окна. У нас была повреждена несущая балка, также это видно вот здесь. Дом не пригоден для проживания, мы боимся, что эта балка упадёт нам на голову. В какой стадии решение квартирного вопроса для погорельцев мы выяснили у руководителя администрации Эжвы Сергея Воронина. Маневренный фонд «Доёмся», показали, два человека, семь семей надо было переселить, две семьи отказались в общем от всего, видимо не проживает даже в Сыктывкаре одна семья. То есть у них есть где жить, единственное, что они ждут расселения дома, соответственно, или деньги, или жильё дополнительное. Значит, а остальным предложили мы маневренный фонд, три квартиры заехали уже, две квартиры, ну комнаты и две квартиры ещё осталось, сейчас ремонтировать будем. Уже, в принципе, приступили к ремонту в течение, наверное, и десяти ремонт сделали, а мы заселим. А вот смотрите, а те, которые в непострадавшие, я вот туда ездила, там ведь тоже всё очень плохо, и вот этот запах гари, он на вот эту вторую часть дома, он тоже распространился, им там тоже жить тяжело, и они тоже ждут расселения. Мы тоже будем предлагать некоторым маневренный фонд, кто захочет. В Одессе мы вам смотрим пока, лизию делаем ещё раз. А смотрите, а само расселение дома, оно будет в каком году? Ну, оно в программу не попало, потому что признано было в 2018 году, то есть в эту программу не попало дом. Соответственно, мы сейчас готовим письмо на главу республики Коми Ульба Владимира Викторовича, чтобы из резервного фонда помогли по расширению вот этого дома. Мы передали жильцам информацию о готовности властей района выделить временное жильё и нанимателям, и собственникам жилплощади в уцелевшей части деревяшки. Будем надеяться, что при финансовой поддержке региона местные чиновники смогут обеспечить пострадавшей новой крышей над головой в самое ближайшее время. Программу «Телезащитник» поступают вопросы от вас, жителей и городов, и районов нашей республики, по теме подготовки жилфонда к отопительному сезону. Что же должны делать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, для того, чтобы объекты жилфонда были качественно подготовлены к новому отопительному сезону? Этот вопрос мы переадресовали руководству прокуратуры республики Коми. Игорь Викторович, ну вот сейчас летний период, самое время для подготовки жилфонда к зиме. Вот поясните, пожалуйста, нашим телезрителям, какой фронт работ должны выполнять ТСЖ, управляющие компании, ЖСК, для того, чтобы подготовить многоквартирные дома качественно к предстоящей зиме? В первую очередь, после окончания отопительного сезона, каждая управляющая организация, каждая ТСЖ обязана провести и составить акты весеннего осмотра. Чтобы понять, что у нас после зимы повреждено, никто не запрещает с применением какой-либо специализированной организации. То есть, вот именно акт весеннего осмотра и будет являться тем основанием, что именно мы будем делать в течение летнего периода. Необходимо промывать систему отопления дома. То есть, это обязательное условие от той самой накипи, предположим, того, что поступило в дом, то, что осело в системе общедомовое отопление. То есть, это необходимо промывать, что, опять же, удостоверяется соответствующим актом промывки. То есть, в дальнейшем это будет влиять на выдачу, либо не выдачу органов местного управления, паспорта и готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. Тепловой контур. То есть, это то, что необходимо, опять же, к климатическим условиям, чтобы было подготовлено и максимально, чтобы именно в зимний период, предположим, ну, бывают аварии в системах водоснабжения, да, но авария в системе теплоснабжения, это гораздо хуже и ведет к последствиям, которые, может быть, трудно устранимы, либо устранимы на более длительный срок. С наступлением теплой поры и прекрасного солнечного лета вы обращаетесь в программу «Телезащитник» с вопросом, а кто должен отвечать за благоустройство песочниц, детских игровых городков и, в целом, дворовой территории. Поясняю, если она находится на вашем балансе, то есть стоит на кадастровом учете, тогда все расходы обязаны брать вы сами на себя. И, естественно, в таком деле привлекать к работам вашу управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Если же земля под домом и вокруг него не ваша, скорее всего, она находится на балансе поселения, города или района. В таком случае вы вправе привлекать к проведению работ местных чиновников, но помните, что не они пользуются вашим двором, а вы сами. Поэтому наилучший вариант подготовить проект и направить заявку в местную администрацию для привлечения бюджетного финансирования в рамках востребованного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодня все. С вами был «Телезащитник». А если у вас возникают вопросы или жалобы, обращайтесь в нашу программу. Вся контактная информация на экране. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону. А мы поможем. До встречи.